Здравствуйте, Торонто! Дождик, моросит, замечательная погода, чтобы гулять в парке Доронто, самый смак! А вот и наша красавица, Chevrolet Impala, серебристого цвета с панорамной крышей. Вот такая вот штучка, full size, все дела. Как тебе машинка? Серая! Хорошо, что я на рыбалке с собой купил два дождевичка, без них было бы совсем тяжко. Мы теперь вот так вот выглядим, в красной куртках, да? Забавно, да? Ну что, дождик, в принципе не очень холодный, как в Москве, короче, градусов 5, наверное, тепла. Мы приехали в парк посмотреть. Что за парк, не знаем. Вроде бы как, известное какое-то место, все его любят, пикнички тут делают. Только народу тут, естественно, нет. Пойдем походим? Да, пойдем походим. А вот и первые местные жители. Он прыгает. Снегирь какой-то, что ли. Он что-то съел, чавычка покроет. Да, чем-то попитался. Вон как носится. Главный вопрос, который нас сейчас интересует, можно ли тут стоять? Машины вроде есть. Знаков о том, что этой парковки нет. А написано, что он пакет. Да. Facility uses. Ага. No packing. С 12 до 6 ночи, да? Да. В общем, те, кто Facility использует, тех, в общем-то, не можно. Используют, в общем-то, Facility? Да. Первое впечатление от Торонто. Помимо того, что мокрое и холодно, это то, что ездят здесь, похоже по стилю на московский. А это значит, немножечко подрезают, втискиваются. Ну, так. Понаглее, что называется. Не подрежешь, не проедешь. Пробки присутствуют. Наверное, ветер. Ой, что? Пора. Вот сейчас вот фура едет, да, а мы на пешеходном переходе стоим. Так. И прямо вот задница у него. Оп-оп-оп. Что? А, да, мы идем. Точно. То есть, мы должны пойти. Они еще едут, гады. Ты смотри, а. В мозг уставил. Не, вроде бы свистели. Идем мы сейчас. Вот прямо перед нами. Я не знаю, когда это на камере будет. Вообще видно. Но. Не слышно, главное. Так. Проблема как слышно. Сейчас ветерочек подует. Да. Вот сейчас явно очень плохой звук. Вот это озеро Онтарио, на котором стоит Торонто. Прям перед нами. Серенькое такое. С волнами. Красиво. Но, как говорится, погода шепчет. Надо было нам дойти прямо до него. Ужаечка. Да. Людей нет. Люди все сидят по домам или ездят в машинах. Эх. Мы-то ж это. Мы ж опытные туристы. Жопотные туристы. А он бегает. Он не молод. Да. Смотри. Спортсмен. Спорт. Никто не отменял. Как холодно-то, а. Какой чайки. Местные чайки. На моей памяти они очень наглые. Прям вообще. Только вот еду покажи. И сразу же, как вот в мультике. В поисках мема. Дай. 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 Около озера телефон немножечко подзамерз. Мы вернулись в парк. Снова хай-парк. В Торонто. И вот изучаем, что тут у нас есть. На территории парка вот такое озеро. Видели здесь лебеди. Где-то внизу. Но через все вот эти ветки. Даже на фотоаппаратах как-то стабильно снять. Но практически не представляется возможным. И мы решили по этому поводу спуститься вниз. Так, сейчас у меня маленькая война со штативом. Кстати, держит хорошо. Вроде бы как. Легкое колебание от моих шагов. И так даже можно все хорошо увидеть. Интересно, будет ли ветер. Я его сейчас не ощущаю. У меня дождевик. У меня куртка. В принципе, кстати говоря, где-то как в Москве. То есть. Хорошо, что время отличается на 7 часов. Позже. То есть. Если в Москве 12 дня. Здесь еще минус 7 часов. Получается 5 утра. И климат. Он очень похожий. Это о чем говорит. Не то, что он такой же. Здесь явно различий есть. Но. При всем при этом. Одежда. Которая в Москве. Абсолютно подходит для Канады. Для Торонто. Не для Канады, а для Торонто. Мне тепло. Мне хорошо. Мне замечательно. И большое плюс, что не надо мной в чемодан с собой класть. Идем. Лебеди. Где? Лебеди. Впереди. Ну, они белые. Мы их, в принципе, увидим. О, кто у нас. Еще белка черная. Да. Черная белка. Действительно. Я смотрю на нее. Очень внимательно. Она к нам идет. Еды у нас нет, дружище. Мы позируем. Ой. Сбилось. Все. Она поняла, что мы ее ничем не помним. Да. Еды у вас, ребята, нет. Идите-ка вы в задницу. Ладно. Пошли дальше. Да. Значит, Торонто. Похож на Москву. Вот. Лужи. Грязища. Да. Когда мы ездили по западу. По Калифорнии. По Неваде. Там все пустынно. Даже не пустынно. Там каменистая местность. Климат-то ладо. Нет. Каменистая почва. Каменистая местность. А здесь вот нет, пожалуйста, грязища. А вон действительно дятел. Да. Прямо над мусоркой черная птичка. По дереву дятел. Ушел. Мы спустились ниже. Поэтому теперь у нас на фоне водички. Вот такие вот современные большие здания. Что? Рыбу не ловить. Да. Да. Потому что птичка. Ну я что-то от их не вижу. Были белые здесь. Но что-то вот исчезли. Или мы не сюда пришли еще. Вот они. Вот они. Вот они лебеди-то. Прямо такие грациозные, красивые. И самое интересное. Реально центр Торонто. Прямо, ну сравнимо, наверное, с Арбатом в Москве. На Арбате, конечно, нет таких парков. Но тем не менее. По месту расположения. Прямо самый-самый-самый центр города. И здесь такая красота. Вон белки. Красные какие-то птицы. Полупопугаи, полудятлы. Орнитологи, конечно, из нас с тобой вообще классные. Микродятел. Нет, гребец. Это вот. Вот вам всем. Незоделанные арнитолы. Вот они, лебеди красивейшие. А вот вам, пожалуйста, многоэтажки. Офисные здания. Жилище-то стоит прямо напротив парков. Смотри, как хорошо. Да. Любим, в общем, снимать животинок всяких. Особенно, когда они едят. И к нам они обычно поворачиваются жопой. Какая-то стоит. Ха-ха-ха-ха. Все, все просто. Бхлак, всю ночь. Слушай, вот она большая она садится. А что она растет?! Цепь. Бхлак. Ха-ха-ха-ха. Почему все птицы поворачиваются на задницах? Ну вот так. Целеви. Оргонично. Славочка хочет смотреться. Так, белки тоже хотят кушать. Конкуренция, и белки хитрые, еду схватили и сразу бежали. Этот какой-то то ли тормозной, то ли не голодный. Но заметьте, каждые твари по паре, сезон не сезон, но обычно когда кто-то утки у нас, видишь, там они стаяны всегда, а тут только две утки, два гуся, два лебедя. Может быть у них крылья подрезанные, они отсюда не могут налететь? Хороший, кстати, кадр. Два гуси и мусорка, и лавочка. Напомню, центр Торонто, местный парк, хай парк. О, дерутся. Нет, ну ты не забывай, сейчас все-таки весна, может они не дерутся? Они разного вида. Нет, они разного цвета. Они разные. Цвет не мешает ни у людей, ни у животных. Я еще третью белку увидел. Замусорка где-то сейчас будет серая такая штука. Ладно, хватит нам белок, хватит нам гусей. Ой, смотри, третья прибежала. Они не думают, что мы покорны. Нет? Слушай, черные пронзают и весны. У них или конкуренция, или весна. Наверное, конкуренция. Может, просто жрать хоть вот это. Очень канадцы любят свой кленовый лист. Изображают его везде, где только можно и нельзя. Вот у нас прямо в центре парка высажен какими-то растениями. Там пока еще только коричневый, все черненький. Но, я думаю, через месяцок-два уже прям будет цвести и пахнуть. Белок просто тьма. Подбегают и реально просят жрать. Дай, 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 дай. Нет у тебя ничего. Сразу убегают. Как тебе здесь? Воздух. Воздух свежий, кстати. Да, прям легко дышится. Из-за того, что тут большой водоем рядом, все сдувает нехорошее. И прям совсем хорошо. И дышится, и чувствуется. Здорово. Наверное, летом вот это все зеленое. Пойдем к выходу. Даже не к выходу. Пойдем уже на обед. Устал я что-то. Ну что, у нас утро 1 апреля 2017 года. Собираемся в сторону Ниагара Фоллс. А мы сейчас идем дальше, дальше, дальше на водопадков подкова канадский. Суть простая. Платишь денежку, садишься, и тебе хорошо, замечательно, мокро и холодно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok